Привет, на связи Девайс. Сейчас я расскажу про лучшие веб-камеры для стримов, видеоконференций и записи видео. На первом месте разместилась 4K-вебка от Афотек с ценником в районе 12 тысяч рублей. Она является лучшим выбором по соотношению стоимость-качество видео, главный недостаток ограничения на 30 фпс для всех вариантов разрешений, но зато у нее хорошая детализация. Особенно, когда в сцене достаточно освещения, хотя этот пункт относится в принципе ко всем веб-кам. Совет, направленный свет – лучший способ поднять качество видео. У вебки широкий угол обзора 95 градусов, меня порадовала не только картинка, но и качество звука. Для ведения прямых эфиров встроенных микрофонов все же недостаточно, но в онлайн-конференциях собеседники будут слышать вас очень хорошо, без посторонних звуков даже при наличии шумов в помещении. В описании под видео вы найдете ссылки на все веб-камеры в проверенных магазинах, пользуйтесь ими, чтобы узнать актуальную стоимость, более детально изучить характеристики и отзывы пользователей. На второе место топа мы поставили Logitech C922 Pro Stream. Это Pro-версия очень популярной веб-камеры, которой пользовались многие стримеры, набравшие большую аудиторию. При стоимости в районе 7500 рублей она предлагает более чем адекватное качество картинки. Правда, опять же, во многом это упирается в освещение, максимальное разрешение Full HD, но подходит оно для записи видео и разговорных эфиров из-за ограничения в 30 фпс. Для игровых стримов лучше переключаться на 720 пикселей, где доступно 60 фпс. Почему так? Просто у зрителя будет дискомфорт, когда он видит плавный игровой процесс в 60 фпс и вебку в 30 фпс. Она будет казаться дерганой. Из очевидных плюсов хочу отметить удобное программное обеспечение с большим количеством настроек и комплектный штатив. Он маленький и не очень надежный в плане качества сборки, но с учетом веса вебки прослужит долгие годы. Все же иногда камеру хочется разместить не над монитором, а где-то в стороне. Из минусов выделю опять же только 30 фпс при разрешении 1080 пикселей и относительно небольшой угол обзора, 78 градусов. Если камера будет находиться слишком близко, то вы займете большую часть кадра, а это подходит не всем. Ну и микрофон по качеству он просто средний. Интересуетесь компьютерной тематикой? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк на видео, любые мысли и вопросы пишите в комментариях. Третье место. Лучшая бюджетная вебка для начинающего стримера или видеоконференции от Hikvision U04p. При ценнике в 4000 рублей она предлагает разрешение видео 2К, то есть 2560 на 1440 при 30 фпс. Режима с 6-10 фпс увы нет, правда качество у нее понятное дело хуже, чем у той же C922 с разрешением Full HD. Но для начала это очень даже хороший вариант. Угол обзора 88 градусов, вы можете сидеть практически вплотную к камере на расстоянии 20-50 см и адекватно смотреться в кадре. Из минусов посредственный микрофон и отсутствие резьбы для установки на штатив. Приглашаю вас в наш телеграм-канал, там мы публикуем обзоры по ПК-тематике, сравнение, рейтинги и другой полезный контент. Но самое ценное – выгодные скидочные промокоды для самых экономных. Присоединяйтесь, ссылка на телегу в описании. Logitech Brio – это самая дорогая веб-камера в нашем топе, разместившаяся на четвертом месте. При ценнике в 17 тысяч рублей она предлагает качество картинки, сравнимая с камерами многих современных смартфонов. Это лучший выбор для записи видео и трансляции, максимальное разрешение – настоящие 4К, то есть 4096 на 2160, но только при 30 кадрах. 60 фпс только в Full HD, при хорошем свете качество видео получится практически студийным. К слову, угол обзора – 90 градусов. Покупка более дорогой модели мне кажется невыгодным вложением, ведь доплатив условные 5-10 тысяч рублей, вы получите едва заметные улучшения. Из плюсов могу отметить длинный кабель, хороший микрофон. Правда, хороший он только для звонков, в эфирах и записи видео его лучше не использовать и функцию слежения за лицом. Пятое место топа занимает еще одна вебка от Hikvision, но на этот раз младшая модель U02 с максимальным разрешением 1080 пикселей при 30 кадрах в секунду и цене около 2500 рублей. Для трансляции записи видео она не очень подходит из-за несколько мыльноватой картинки, но для конференции и видеозвонков, например, в Дискорде более чем. Микрофон у нее очень достойный за такие деньги, а угол обзора 95 градусов. Razer Kaio Pro шестое место топа. Это Full HD веб-камера с нестандартным круглым и плоским форм-фактором. Выглядит как объектив фотоаппарата, она стоит 15 тысяч рублей, при этом по качеству примерно как модель Afotec. Но зато у нее при любом разрешении частота кадра в 60 фпс. То есть это хороший вариант, если вы стримите или планируете стримить игры. Угол обзора 103 градуса, а кадр получается очень широкий, потому лучше размещаться поближе к вебке, а качество микрофона просто среднее. Ну и последнее место топа вебка Logitech C270 за 1500 рублей. Максимально бюджетная модель с разрешением 720 пикселей при 30 фпс и небольшим углом обзора 55 градусов. Кадр узкий, при этом у нее отсутствует автофокус. Такая модель подойдет для разговоров с друзьями, присутствует встроенный микрофон. У него нет шумоподавления, но звучание плюс-минус адекватное, его хватит для видеозвонков. На этом все, наш топ лучших веб-камер подходит к концу. Повторюсь, ссылки на лучшие предложения в проверенных магазинах есть в описании. И не забывайте про телеграм-канал со скидочными промокодами. Ставьте лайк на видео, если оно было интересным и помогло с выбором. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал Девайс. Ну а я не прощаюсь, ведь впереди много интересного контента.